МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из медучреждения мужчина вел прямую трансляцию. Челябинца зажало между двумя автомобилями, когда он подцеплял к легковушке трос. Закон федеральный разрешает выстрел, как у рейда. В листах общего пользования. Спасатели из Латауста провели рейд по бывшим общежитиям. Сына Зевса, который разбил дверь в больнице и провел прямую трансляцию из медучреждения, задержали. Мужчина оказался в отделе полиции. Это ранее не судимый житель Челябинска. И вот как он объяснил, зачем пробрался в больницу. Там заинтересуется полиция, и полиция. Пускай заинтересуется, что-то про кого-то, что ли. Для меня это все шутки сделают. И полиция действительно заинтересовалась. Мужчину доставили в отделение. Рассказывает, назваться сыном Зевса. Ему посоветовал отец. Якобы так проще прославиться. А какая цель была? Просто съемку для группы, рекламу провести. Рекламу чего? Группу ВК создавал. А в какой момент, когда вы узнали, что вы сын Бога? Я это не узнал. Это мой фейк такой специальный. Люди, под которыми я знаю. Медицинский халат взял у одной из подписчиц. Материальный ущерб медучреждению собирается возместить. Во время трансляции разбил дверное стекло. По словам врачей, оно стоит около 6 тысяч рублей. Благо, больше ничего не пострадало. Но после этого случая в больнице собираются усилить охрану. Я думаю, что здесь, безусловно, прохол охраны. И сам человек, когда планирует что-то такое, он свои интеллектуальные возможности напрягает очень здорово. Я думаю, что воспользовался, скажем, гуманным отношением охраны к посетителям, к пациентам нашим. То есть, ну, приходят же люди, в общем. Это не родильный дом, где встречаются с витамии, с музыкой. В тяжелых ситуациях сыграл на вот таких вот гуманистических чувствах. Сейчас в полиции проводят проверку. Уголовное дело пока не возбуждено. Участвовала в параде победы, несла вахту памяти. Школьница, которая подожгла венок на вечном огне в Златоусте, училась в кадетском классе. Теперь девочку отчислили. Уголовное дело подростков-поджигателей передано в суд. К уголовной ответственности привлекут только одну из девушек. Ей единственной уже исполнилось 14 лет. Дело возбуждено по статье «Вандализм». Максимальная санкция ареста до трех месяцев. Остальным ребятам наказание не грозит. Но этот случай разобрали на школьной линейке перед всеми одноклассниками. А девушку-кадета перевели в обычный класс. Напомню, венок компания школьников подожгла в октябре этого года. К мемориалу пришли в 9 часов вечера. Две девушки взяли венок и бросили его на вечный огонь. А потом и вовсе начали прикуривать от этого пламени. На телефон происходящее снимала третья подруга. Школьница провождал 16-летний молодой человек. Он в осквернении памятника не участвовал, но и не помешал девушкам. 15-летнюю Викторию Фролову разыскивают на Южном Урале. Школьница пропала 26 ноября. Ушла из дома в Еманжелинске и перестала выходить на связь с близкими. Уже третий день о ее местонахождении ничего не известно. По одной из версий, девушка уехала в Челябинск, а потом купила билет до Миаса. Поисками Виктории Фроловой занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда. На вид девушки 17-18 лет. Худощавого телосложения длинные темно-русые волосы. Если вы знаете, где школьница может быть сейчас, обратитесь в полицию. Экс-полицейскому, который убил свою бывшую, супругу вынесли приговор. Сначала женщину разыскивали около недели, нашли мертвой в лесополосе. Все произошло летом этого года. После развода с бывшим мужем погибшая пошла навстречу с ним. Хотела забрать вещи из гаража. После этого домой не вернулась. Женщину разыскивали по всей Челябинской области, нашли мертвой. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался бывший муж погибшей. Он работал полицейским, но теперь из внутренних органов уволен. Теперь мужчине вынесли приговор. Под стражей он проведет 8,5 лет. Режим строгий. Добавлю, у погибшей осталась 13-летняя дочь. Переходим к обзору дорожных ЧП. Водителя отечественной легковушки зажало между двумя машинами в Челябинске. А в Троицком районе молодая автолетия за рулем «Жигулей» выехала на заснеженную трассу на летней резине. Оказалось, в кювете все подробности знает Евгений Насыров. Авария на улице Чечерина в Челябинске. Судя по кадрам, здесь друг за другом столкнулись три легковушки. По одной из версий, отечественная легковушка, что оказалось посередине, сломалась. Ее водитель подцеплял машину тросом к киномарке. В этот момент сломанный автомобиль сзади протаранил Иш. Мужчина, по словам очевидцев, оказался зажат между легковушками. Мужчину доставили в больницу. Отечественная легковушка вылетела в кювет в Троицком районе. За рулем была девушка, ей 21 год. Несмотря на снег, ехала на летней резине. Не учла погодные условия, состояние дорожного покрытия. Не справилась с управлением, совершила съезд кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1974 года рождения, находившийся на переднем пассажирском сидении, получил травму. Мужчине назначено амбулаторное лечение. И снова Троицкий район. По данным ГИБДД, женщина за рулем отечественной легковушки при выезде со второстепенной дороги на главную не уступила путь водителю иномарки. От удара «Шевроле» оказался в кювете. Автомобиль опрокинулся. Обошлось без пострадавших. А это Аргояжский район. 58-летняя женщина за рулем «Киа Рия» не справилась с управлением и выехала на встречку. Там столкнулась с «Газелью». Оба автомобиля оказались на обочине. По словам автоинспекторов, травмы получила сама автоледи. Ей назначили амбулаторное лечение. Снова Челябинск. Дорогу не поделили автомобиль такси и УАЗ. Оба автомобиля разбиты, но по предварительным данным обошлось без жертв. Тем временем жители Южноуральской столицы разыскивают очевидцев. По словам автора видео, виновник ДТП скрылся. Вот удар машины. Вот он. А вот следы дрифта. Вот они вот так чудесно дрифтили, видимо, оттуда, сюда. Вот следы очень хорошо видно. И отъехали отсюда. Куда, видимо. По словам пользователей сети, авария произошла на ЧМЗ. А челябинские полицейские проверяют водителей, которые уже долгое время не платят штрафы. Ежедневно выявляют около 30 таких нарушителей. Им может грозить административный арест. Кроме того, должников можно запросто выследить. Также сотрудниками госавтоинспекции в тесном взаимодействии с центром видеофиксации проводится мониторинг движения транспортных средств должников. То есть отслеживается, когда и в какой периодичностью, где они проезжают, камеры это фиксируют. И туда выставляются посты ГИБДД совместно со службой судебных приставов. После чего в это время их задерживают сотрудники ГИБДД и, соответственно, составляются административные материалы. Евгений Насыров, ОТВ. Тем временем пожарные из Златоуста устроили рейд по общежитиям. По данным МЧС, эти дома горят особенно часто. И вот в чем основные причины ЧП и как их устранить. Закон федеральный нарушения. В смысле? Как у рейда? По листах общего пользования. Стены в общежитии черные. Это сажа последствия предыдущего пожара. Тут же лежит мусор, который легко воспламеняется. Совсем недавно во время пожара в точно таком же доме в Златоусте погибли женщина с ребенком. Причиной возгорания тогда стала неосторожность при курении. Сейчас комнаты общежитий уже превратились в отдельные квартиры. И каждый владелец делает отдельную кухню, ставит электроприборы. Для проводки это большая нагрузка. Она в доме старая. Зачастую провода даже не спрятаны. А на лампочках нет плафонов. Это тоже нарушение техники пожарной безопасности. В подвальном помещении организовано хранение мусора, горючих материалов. Дополнительные эвакуационные выходы запрактированы. То есть, что в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации не позволит беспрепятственно, безопасно покинуть жилой дом. Всего в Златоусте 33 вот таких бывших общежития. Нарушения нашли в 15 из них. Устранять их, скорее всего, будут управляющие компании. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость в студии Леонид Иванов, директор департамента внешних коммуникаций Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Он расскажет о том, какие проекты разработали московские архитекторы для Южноуральской столицы.